Привет всем! Сегодня я хочу показать свой обзор цветов, которые цвели в августе или цветут в августе этого года. Также это будет продолжение серии цветущие, по-моему, мои цветущие цветы. Первая часть у меня была, а вот теперь будет вторая часть. Вторая часть должна была быть немножко длиннее, но так как я была в отпуске, многие не захотели цвести у меня, а другие цветы, которые стояли на улице, у нас появились еноты. И эти еноты, оказывается, очень любят бутончики, листики и цветоносики. Так что они мне повредили некоторые растения. Начать я хочу сегодня вот с такой прекрасной котлейкой. Это котлея миниатюрная, называется Crystal Smith. Вот такие у нее два цветочка. Она находится уже не первый год в моем содержании. И это ее не первое цветение у меня. Я видела, что она может цвести больше, чем на два бутончика, но у меня либо один, либо два постоянно. Вот есть к чему стремиться. Но цветочки, правда, очень красивые. Мне очень нравится, во-первых, вот этот контраст между вот таким вот розовым, он такой какой-то розовый, напыленный, с желтой губой. Да, очень красиво смотрится, очень ярко смотрится. Действительно, как такой огонечек. И мне нравится то, что эта котлея занимает мало места. То есть она миниатюрная котлейка, она маленькая. Она вот у меня так стоит, вот моя рука, да, можно сравнить, что она, ну, побольше, конечно, чем моя рука, чем моя ладошка, но она не очень большая. И она в этом году начала расти с трех разных, то есть три разные точки роста опустила. Вот первый, получается, рост, он сейчас цветет. Она всегда цветет примерно вот в это время. Август, сентябрь, может быть, октябрь, то есть вот в этих месяцах. И с других сторон у меня тоже есть хорошие ростики. Вот, допустим, покажу. Вот один хороший ростик растет. Вот так, и где-то здесь с другой стороны я видела. Ах, да, вот он. Вот он тоже. Но они еще худенькие, тоненькие такие, да, маленькие. Вот еще один ростик растет. Вполне возможно, что и они процветут. Вот эти ростики. Но я уже довольна тем, что у меня цветет вот такая вот красота. И поэтому она сегодня открывает мое летнее заключительное дефиле цветущих растений. Такая вот красоточка. Следующие две орхидейки. Это такая группа воросовольных теперь пошла. Это не мое, можно так сказать, цветение. Я покупала вот эту желтую птичку. Я покупала на бутонах. Но она у меня расцвела. Когда я показывала в своих обзорах, в своем обзоре новых растений, которые я купила, я думала, что эти цветочки не расцветут, потому что я вообще предположить не могла. Я ожидала как-то светлых бутонов. Думала, какие-то белые, может, желтые бутоны будут. Но у вот этого растения, когда она раскрывается, она очень интересно меняет свой цвет. У нее бутоны сначала какие-то красно-коричневого цвета. Да, такое вот что-то с кирпичным оттенком они идут. Потом, когда цветок раскрывается, он очень светлый. Такое даже как-то тяжело определить, что это за цвет. Какой-то грязный, грязный желтый, наверное. И потом, когда вот она через 3-4 дня набирает свой цвет, она становится действительно такой яркой, желтой. И у нее вот такие вот крабушки красивые. Что еще сказать интересно, когда она только начинает расцветать, она пахнет очень приятно. Это такой цветочный, какой-то сладкий аромат. Я плохо описывала ароматы, поэтому такое что-то вот, ну, цветочное, наверное, да, вечером очень приятно. Но в последнее время, вот сейчас уже цветы довольно-таки старые, и в последнее время я замечаю, что она пахнет мне вот почему-то резиной. Вот так вот она поменяла свой запах. То, что запах она поменяла, это действительно так. И вот для меня вот ее вот этот вот запах, когда цветение уже, ну, я не хочу сказать, что оно старое, но оно уже, наверное, 2 недели ему, она начала менять почему-то на какой-то запах резины. Следующая бросовола, это, если это бросовола котлея, это вот эта вот бросовола, это гибрид двух бросовол. У нее вот такие вот сточки тоже показывала я в своем обзоре новых растюшек. Было 3, один уже завял, два она еще держит. Очень-таки необычные цветы, цветы на любителя. Но мне они почему-то очень нравятся. Я вообще любитель таких крупных цветов, ярких цветов. А вот это почему-то мне как-то даже, ну, в душу запало, наверное. Я вообще ее даже не хотела покупать. Мне, можно сказать, так навязали, но я взяла, и, знаете, я не разочаровалась. Мне нравятся вот эти вот цветочки. Мне нравится ее аромат. Она до сих пор ароматит, до сих пор пахнет. Вот, и очень интересно смотрится. Я думаю, что если она, ну, я буду надеяться, в моих условиях хорошо пойдет в рост, нарастит много бульбочек и сделает такое более пышное цветение будет у нее, то это будет вообще, конечно, смотреться очень шикарно, если растения станут повзрослее. Следующий красавчик, который у меня вот тут так красиво качается, это Dindrophalenopsis Thailand Black. Очень красивые у него цветы, темные такие. На камеру, конечно, они высветляются. На камеру цвет, то есть в настоящем, цвет как вот у этого цветка. Вот здесь вот солнышко как-то, видать, не бликует, не отсвечивает. Вот такой вот темный цвет у него получается. А вот этот цвет, который уходит здесь как-то в красный, здесь уходит в такой более малиновый цвет, цвет, это не совсем правильная передача цвета. Вот именно вот этот вот цветочек, который вот здесь вот видно, вот это вот, вот это верная передача цвета. Тоже этот Dindropium у меня уже давно, он участвовал в некоторых съемках. Я о нем рассказывала, но с Dindropium у случилось несчастье. Вы, наверное, можете видеть по вот этим вот бульбам и по листам, которые либо обрезаны, как вот здесь, здесь видно, цветочек скрыт, вот здесь вот обрезаны листы, здесь вот вообще так что-то один остался, да, такие очень сухие псевдобульбы. Дело в том, что у меня некоторые орхидеи, даже, можно сказать, много орхидеи, погорели очень сильно в этом году. Это произошло в середине мая, и я думала, что солнышко достаточно нежное еще в мае и вынесла свои цветы. Цветы у меня, надо сказать, были неприученные к улице, потому что это было их первое лето на улице. Извиняюсь, я немножко приболела, поэтому кашляю. Первое лето было на улице у них, и я думала, ну в мае, да, в середине тем более, ну какое там солнце будет. На коже оно ощущалось очень мягко, можно сказать, вообще не ощущалось. Но цветы ощутили его очень хорошо, подверглись их очень сильным ожогам. Так вот, меня немножко отвлекли. Итак, значит, все орхидеи очень сильно погорели, в том числе погорел этот дендробиум, очень сильно это видно по бульбам, они вот такого, они же прям такие сухие-сухие. Я думаю, что, конечно, внутри они живые, но вот эта вот вся ткань, которая вот здесь, она вся, конечно, погибла. У этого дендробиума весной были два вообще шикарных роста. Один рост вот этот вот был, который сейчас, он все-таки цветет. На нем остались и верхние вот листики, которые я обрезала. Ну, да, половина можно, да, одной трети я обрезала. Вот этот вот рост был вторым новым ростом. Он, конечно, ну сильно, сильно он погорел. Вот, и здесь, скорее всего, я так думаю, что, ну, здесь все высохло, вот верхушка прямо сухая. Я думаю, что здесь ничего не будет. И вообще, когда я увидела всю эту картину, сейчас это смотрится еще более-менее, потому что обрезанные как-то, ну, вот эти вот все ожоги обрезанные, да, и орхидея цветет, выглядит совсем не так, как она выглядела с поначалу. Поначалу это было, конечно, когда я это все увидела. Через какое-то довольно-таки короткое время, когда это все обожженное было, сухое, все висело. Потом даже вот эти вот пятна, которые еще... Я думала, что это еще немножко такая живая ткань, да, сел какой-то грибок, и это все распространялось. И, конечно, зрелище было уже за шающе. И я думала, что этот дентробиум не выживет, как и несколько других цветов. Я думала, что они не выживут. Но он выжил. Вот даже цветет. И не подумайте о том, что это такое прощальное цветение. Конечно, цветы так делают, что это прощальное цветение. Но у него два прекрасных ростика. Я думаю, что здесь видно вот на камеру один ростик, вот тут сзади второй ростик. У него он выпустил два новых роста. Росты растут хорошо, развиваются хорошо. Поэтому я уверена, что это не его последняя песня. И этот дентробиум будет дальше жить у меня и дальше меня радовать. Я его очень люблю. Во-первых, за его неприхотливость. Это действительно неприхотливый цветок сануки. А во-вторых, за такой вот окрас цветков очень-очень красивый. У меня на солнышке. Это Бурагиара Нелли Айслер. Мне нравится эта орхидея очень сильно за ее такой красный цвет, потому что красный цвет не очень часто встречается у орхидеи. И у нее очень приятный, сильный запах. То есть ароматит на всю комнату. Но у меня с ними не очень получается. Это уже вторая попытка завести или подружиться с Бурагиарой. Первую свою орхидею я благополучно убила. Это у меня вот уже год в моем содержании. Но помимо того, что я сама не могу найти с ней общий язык, у меня растут росты, которые не очень такие большие или с предыдущими, если сравнивать бульбы, не округляются, не наливаются. Листочки скомканы, жухлые. Так она у меня еще в этом году и погорела. Сильно тоже видно. И ожоги видно на камеру, и обрезанные листья на камеру видно. Все видно. Но все равно она расцвела на три цветочка. Было больше на цветоносе, но они отсушились. Вот такая вот она вот такая. Ну, она очень, наверное, известная тоже. Аннелли Айслер. Сейчас еще и Штефан Айслер появился. И какая-то оранжевая Айслер есть. Но, конечно, охота. Но пока вот я с ней не подружусь до конца, то не буду другие заводить. Так решила. Вот. Очень красивая она, очень ароматная. Она небольшая, цветочки небольшие. Наверное, если вверх взять, то будет сантиметров, наверное, четыре, а по бокам сантиметров три. Ну, очень эффектная. Прям такой, ну, огонечек. Очень красивая орхидея. Мне очень она нравится. И надеюсь, что у меня когда-то получится с ней найти общий язык. Так. Ну, и следующая, другая орхидейка. Это сапфир. Сапфир у меня уже цвел в этом году. Это было в начале года. И вот он расцвел второй раз. Я от первого цветения была не очень в восторге, потому что оно было скудное. Оно было первое, оно было скудное. Это его второе цветение в жизни на два цветоносика. Цветоносы в этот раз полные. И даже вот начинается дальше ответвление хорошо. Так свисает очень красиво, очень эффектно свисает. И эта орхидея, мне кажется, она, ну, она меняет свой цвет. По крайней мере, на камеру, конечно, нет. Очень тяжело, наверное, зафиксировать, да, показать вот эти вот цветочки. Когда она при вот настоящем свете, вот как сейчас я показываю, да, дневной цвет, то у нее лепесточки такие осипали и питали, таки немножко как бы с розовиночкой уходят, бело-розовые. Губка у нее сиреневая. А когда она находится при искусственном освещении от орхидеи, то вот лепестки у нее становятся белые, мне так кажется. А вот эта серединка, она прям уходит, то есть губка ее, она прям уходит в синий цвет. Если вечером смотреть при искусственном освещении. Ну, плохо, конечно, камера на нее фиксирует, но тоже очень красиво, тоже так смотрится, очень красиво. И вот она вот так вот висит. Я представляю, что если кустик будет побольше у меня еще вырастет, то есть она немножко еще окрепнет, то цветение будет еще красивее, еще лучше, и, возможно, даже на больше цветоносов. По крайней мере, я видела, что этот сорт так может свести. И я жду прекрасный сорт, мне очень нравится. Ну, маленькая она, еще маленькая. Ну, и закончить свой обзор я хочу вот этим шикарным биклипом. Это у меня групповая просадка белых орхидей. Вот такой вот красотун, немножко отсвечивает солнце, но очень прям чисто нежный. Большие цветы у него, действительно большие, сантиметров, наверное, восемь будут. И вот такое вот у него, сейчас я его так немножечко обойду, а вот здесь даже, наверное, лучше будет показать. Чуть-чуть совсем розоватый, вот как бы такой какой-то налет. Ну, вот это даже не такие полоски, не сплэши, ничего. Просто как немножечко розоватенького налета. Ну, и там красуется белая орхидейка, которая у меня тоже цветет вместе с ней. Тоже цветет давно. Постоянно что-то наращивает. Ну, вот. Мой обзорчик коротенький. А на этом всем. Все, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok